Здравствуйте! Я с сопредседателем РФ, Республики Армения и Республики Азербайджан. Я надеюсь, что нам, в конце концов, удастся прийти к конкретным решениям. Я хочу по этому поводу сказать следующее. Армения заинтересована и привержена заявлением от 9 ноября и 11 января, которые касаются открытия, разблокирования всех транспортных и экономических связей в регионе. Но хочу отметить, что заявления со стороны Азербайджана, которые касаются коридоров, они отрицательно влияют на эффективность нашей работы и на атмосферу, особенно учитывая, что в наших трехсторонних заявлениях нет ничего о коридорах. И мое впечатление в том, что Азербайджан пытается навязывать свои восприятия по этому поводу комиссии. И это, конечно же, неприемлемо для нас. Но я хочу сказать, еще раз подтвердить, что Армения заинтересована в открытии и разблокировании региональных транспортных и экономических коммуникаций. И я даже неоднократно публично заявил, что мы готовы пойти на конкретные решения, суть которых должно быть следующей. Армения должна получить автомобильные и железнодорожные коммуникации по территории Азербайджана. Азербайджан должен получить железнодорожную и автомобильную коммуникацию по территории Республики Армения, в том числе связывающих Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой. В наших документах говорится о разблокировании экономических и транспортных коммуникаций. Наша позиция такова, что мы предлагаем. Мы думаем, что мы должны идти по такому пути. Железнодорожные связи, которые были, существовали во время Советского Союза, они должны восстановиться. И автомобильные дороги, которые существовали во времена Советского Союза, в том числе связывающие Нахичеванскую автономную республику с Азербайджаном, они тоже должны восстановиться. И мы готовы идти на такие решения. И у нас по этому поводу есть конкретные предложения. И очень важно подчеркнуть, что согласно заявлениям 11 января, и мы об этом неоднократно говорили, что мы должны еще и обговорить вопросы таможенного контроля, фитосанитарного контроля, пограничного контроля. И других возможных видов контроля. И это действительно то, что зафиксировано в наших заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. И я хочу еще раз подтвердить, что Армения заинтересована и готова. И мы надеемся, что в скорейшем будущем по этим вопросам удастся прийти к конкретным решениям, и мы настроены конструктивно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, уважаемый Николай Лаваевич. Спасибо, что нашли время встретиться. И за такую высокую оценку работы трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации. Мы действительно работаем с тем мандатом, который вы вместе с руководителями наших стран нам предоставили в рамках заявления от 9-го и 10-го ноября, от 11 января 2021 года. И я хочу сказать, что мы с коллегами, вице-премьерами, постоянно находимся на связи, провели восемь встреч, и четыре из которых были в очном режиме и в режиме видеоконференции. И при этом почти ежедневно общаемся по телефону, обсуждаем различные варианты для того, чтобы действительно найти маршруты, которые будут всем приемлемы. И вы знаете, что здесь работали в том числе и эксперты в области дорожного строительства, строительства Росавтодора и Росдормаша, нашего НИИ, которые занимаются дорожным строительством, обследовали дороги. То есть у нас сегодня очень хорошее есть представление о том, что действительно есть на земле, какое состояние дорог. И опираясь на это знание, мы, собственно, уже 22 октября, проводя восьмое заседание нашей совместной рабочей группы, как нам кажется, выходим на конкретные решения, которые основываются прежде всего на том, что суверенитет за дорогами сохраняется, за теми странами, по чьей территории будут идти эти дороги. Также вы упомянули, это тоже было в заявлении, о том, чтобы все виды контроля осуществлялись. Мы договорились о том, что такой контроль должен вестись на паритетной основе. Это тоже мы обсуждали. Ну и также, как, с чего следует начинать разблокирование автомобильное. Собственно, хотели бы это с вами сегодня обсудить и уже подумать, как двигаться дальше можно будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!